На смотр технику представили 12 предприятий города. Быстро отреагировать в случае ЧАЭС должны все службы. Это и спецавтохозяйство, и водоканал, электросети и другие, а также скорые и МЧС. Водооткачивающие промывочные машины, насосы, грейдеры, экскаваторы. Все это пригодится, когда в подтапливаемые районы придет вода. Посмотрели всю технику, которая будет задействована на случай возникновения паводков каких-то ситуаций. В принципе, все службы паводков готовы. Я думаю, что все у нас пройдет спокойно и без происшествий. Посмотрели состояние техники, наличие по единицам техники, какая есть. В принципе, вся необходимая техника имеется. Думаю, все задачи, которые будут перед нами стоять, мы с ними справимся. Особое внимание маломерным судам, которых в Ленинске-Кузнецком более двух десятков. Это самое большое число по области. В этом году уже заключено 20 договоров на проведение спасательных работ. Эти маломерные суда будут привлекаться и для спасения людей в других районах области. Поэтому наши лодочники уже готовы. Техосмотр у нас начнется в апреле месяце только. Будут проходить техосмотры. Поэтому техника готова. В этом году первая волна паводка ожидается с 5 апреля. Вторая в 20 числах апреля, когда пойдет таежная вода. В зону подтопления попадают 13 домов частного сектора. По улицам Шелковичная, Озерная, переулку Донскому. А это более 30 жителей. Уже сейчас с ними ведется работа. Мы проводим огромную работу с ними, чтобы они страховали свое имущество от паводка. Потому что один из способов защиты имущества – это страхование. В этих домах у нас проживает 34 человека. Мы эти семьи уже обошли. Все выдали им памятки, предупредили их о том, чтобы они вынули свои запасы из погребов. Ну и приготовились к паводку. Весенний смотр техники показал – все службы в Ленинске и Кузнецком находятся в боевой готовности. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.